Просто очень тяжело, там Виталик на связи и очень шумно, там такой фон жуткий, когда ты слушаешь запись, если шумно, в зале это, он просто все, все эти микрофоны одновременно, все эти. Садичка, там типа не с тобой больше, нет? Смотрите, ну в прошлый раз мы изучали, мы можем вспомнить, да, что мы изучали в прошлый раз, Владики, Владики. Помните, что может поделиться, ну как для связи просто у нас, что мы в прошлый раз изучали, какой текст, о чем была речь? Я еще чувствую, как будто у меня софтеровался. Где? Как будто у меня софтеровался. Подожди, вообще какая-то тема была. Да, да, да. Просто люди говорят, что они делают, а как это было, что это было. Сначала мы говорили, мы там это все разбирали, что есть какой-то типа трубки на песке, есть которые построены. Да, да, да. Вот он же просто... Не про контакт, получается? Да. То есть это, ну как-то тема была, на чем настроен нашу жизнь, нашу... Вот, может, Анечка уже слышала, да, это я... Да, 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 да. Я просто сейчас вспоминаю. Да, то есть суть была в том, что на чем настроен нашу жизнь, наш фундамент, как бы. Либо на песке, либо на камне, и от этого зависит, что зависит. Зареление мое учение. Можно в тему? Да. Я просто вчера ко мне пришла... У меня такая ситуация, я быстренько расскажу. Уже два дня подряд мой бывший приезжает просто утром и вечером. По делам, кроме, не знаю, перед моими окнами, я утром шторки открываю, он там. Я просто опять слышу звук машины, подхожу, он опять там. И вот у меня просто очень такое неспокойное как бы сердце. Вообще просто мне непонятно, почему этот человек вообще не уходит из моей жизни. И приезжает ко мне завтра вчера подруга, она софию с днём рождения поехала поздравить. Они не смогли поздравить её. И она очень верующая. Виктория, может быть, я тебе говорила про неё. Да, 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 конечно. Вот она жмутка. И она мне говорит, Даня, тебе обязательно нужно покреститься. Пока ты не покрестишься, не примешь водное крещение, ничего в твоей жизни не изменится. Но она мне просто так... Нет, а я же хотела всё равно, и мы же с Серёжей разговаривали на этой теме, а потом меня что-то опять как бы назад, вот, она говорит, нужно. И когда ты, говорит, вот покрестишься, вот из-за новородишься, и как раз вот твоя жизнь пойдёт с Богом. Я говорю, потому что я молюсь каждый день, я говорю, сейчас вот так пост. Я говорю, я просто с диетой, у меня ничего не получилось, столько нервов. Вот, но говорю, молиться, я говорю, каждое утро, вот я прям мечтаю сразу. И она говорит, ну, это не сильно работает. Вот почему я говорю, что фундамент. Ну, мне так кажется, что в моей жизни это должен, наверное, быть следующий шаг, потому что я не знаю, что происходит. Мне кажется, либо я сама откажусь от Софии серьёзно, либо что-то ещё, потому что я вообще хотела домой ехать, если честно. Мама так уже на меня давит, из-за того, что просто, потому что Дима так вот сейчас это всё разбирает судом, и хочется прям вот, думаешь, зачем это, ребёнку надо, сейчас эта бабушка ещё приедет, там будет. Какое это казалось? Ну, имеется в виду, потому что я не знаю, сейчас начнётся делёжка такая. Так, просто да, 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 да. Друзья, смотрите, у нас предложение. Да, это тема, да, да, об этом нужно говорить себе. Окончено. Я просто, Анечка, смотри, спасибо, что поделилась. Да, видишь, у Виктории немножко, у меня немножко не совсем библейское понимание крещения. То есть у них в каждой церкви есть своё понимание, своя традиция, да, и вот, например, есть такое понимание, что крещение даёт человеку спасение. Но это не библейское крещение. Человек получает рождение свыше не от того, что он крестится. А рождение свыше происходит от того, что человек принимает верой в жертву Иисуса Христа, и Бог, его идёт внутреннее перерождение. А крещение, значение больше, сколько мы об этом говорили, я ещё раз могу даже повториться. Крещение, это... Суть крещения, это обещание Богу служить, да, и посвящая свою жизнь на служение Богу. Это своего рода как договор, это как контракт. То есть это просто вариант, как ты говорила, когда, ну, вот, да. Я как бы, например, посвящать свечку, либо свечку... Да, смотрите, друзья, вот, что такое вот это? Что это такое? Это символ, да, это символ Завета. Завета – это договор, да. Смотрите, есть два кольца, ну, по традиции английской, да. Это для помолвки кольцо. Кольцо для помолвки – это что это такое? Это что? Это предконтракт. Предконтракт. Это я делаю предложение, и у меня моя будущая жена становится невестой. Но она ещё не жила. Но она уже невеста. У неё уже есть статус. Женой она становится, когда идёт свадьба, когда у нас идёт русский, да. Что-то подобное происходит, вот, когда я принимаю Иисуса Христа в своё сердце, в поведе, я ему молюсь, я приглашаю в свою жизнь, это идёт помолвка. Это помолвка. А вот крещение – это уже вот, это уже когда идёт бракосочетание как-то, про образ. То есть я вступаю с Богом в Завет, и я вступаю с Ним в отношении Завета. Это как договор. Это другой статус. То есть я с этого момента обещаю Богу служить. Я говорю, Господи, всё, с этого момента я... То есть если ты созрел, потому что всё, для меня только Христос, я хочу жить для Бога, реально хочу исполнять Его волю, это очень классный мотив для крещения. А если у меня мотив для крещения, чтобы у меня в жизни всё наладилось, вот я тебе даю 100%, ты крестишься, ничего не наладится. Но оно ничего не даст. Да, потому что крещение, оно не даёт человеку больше того, может даже такое больше, после крещения даже ещё больше того, что он вымешивается. Потому что лукавый начинает активизироваться, он начинает искушение посылать. То есть, так вот, смотрите, друзья, тут очень важно, то есть у Виктории, у неё просто понимание, оно не библейское. У них, ну, есть и церкви, которые верят, что покаяние, это так сказать. А вот крещение, если я крещусь, я спасаюсь, там... А ты нигде в Библии этого не увидишь. Нет этого. Потому что в Библии написано, поканитесь, говорит, кто будет веровать и креститься, спасу вас, спасу вас. Кто не будет веровать, осуждён будет, да? Там не написано, кто не будет веровать и креститься, судя будет, да? То есть, для спасения человека надо веровать. Это главное, да? Для чего тогда нужно крещение? Крещение я Богу посвящаю свою жизнь для служения. Всё, отныне... Вот, вот у меня Бог, это вот. Поэтому вот этот момент наладить, как бы довести порядок своей жизни, это очень важный момент. Он не делается для помощи крещению. Это не крещение будет делать. Он делается при помощи того, что Бог, он по чуть-чуть... Ну, то есть, это... Ну, по примеру, я крещеный 27 лет человек. 27 лет. Аня чуть меньше, да? Смотрите, мне кажется, когда мы в Кресте, когда мы маленькие родственники, мы идём к крестиции, это не было бы то же самое? Нет, нет, это немножко другая. А, у нас есть, это чуть другая. Да, я думаю, это вот это крещение, когда маленькие родственники обладают, там, в воду. Здесь поцепно все крещения. Да, очень много. Смотрите, крещение, крещение, вот суть крещения в чём? Это прообраз того, что я буду побожающим, я умер для своей прошлой жизни и воскрес для новых. То есть, что этим происходит? Это прообраз того, что уже совершилось, что уже было прошло. То есть, я крещусь не для спасения, а я крещусь в том, чтобы показать миру, что я уже спасённый человек. Это уже у меня произошло. Вот. И вот, например, помните, когда Иисус Христос шёл на крещение, что Христос был не спасённый человек? Нет, Он был спасённый человек. А он пришёл креститься к Яну Крестителю, он говорит к Яну Крестителю, мне давалось голову, не разрешал, он крещался. Он ну не допускал. Значит, я иду, что твои слова. Что я не делаю? Стоят, не кайф. Да. Смотрите, но, когда Христос крестился, написано, да, сошёл на него и был к Святой Витебову, да, и поведён был Духом в пустыню. И с момента крещения у него началось служение. О, не спасение, служение. Он был искушаем в пустыню, то есть у него проблемы начались после крещения. Но когда он прошёл эти искреждания, с этого момента именно началось служение. То есть я крещусь, я крещусь, это как вступаю в завет Бога, как написано в Библии, не плотской, не чистоты омытия, это не оморение, а обещание Богу служить с доброй совестью. Я обещаю Богу, с этого момента я обещаю ему служить. Да, у меня появляется, ну, Дух Святой меня какими-то дырами, у меня какие-то проявляются естественные способности. Это правда. Но это не в том плане, что мне надо спасение, я уже спасён этот человек. Понимаете, да, то есть это вот момент. Поэтому, для того, чтобы креститься, надо покаяться, надо родиться свыше. Но если я родился свыше, конечно же, логичный следующий шаг это крещение. Ну, а так получается, у нас помолвка произошла, а с браком можно не торопиться. Ну, когда-нибудь, ну, это же смешно, правда ведь? Ну, тогда зачем была эта помолвка? Кому она была нужна? Ну, уже лет 10, вот так вот, помолвленная, и гражданка брака. Ну, то есть это не работает. То есть, помолвка, это первый шаг уже к браку. Да, но если я уже помолвлен, конечно, второй шаг это брак. Через 3 месяца, через месяц, через год, ну, я должен уже вступить в брак. В отношениях завета, понимаете? Но если нету завета, нету брака, нету заветных отношений. Так и с Христом. Я должен покаяться, я должен принять Христа в свою жизнь. Но логично, как бы, я с родными, я говорю, да, хочу тебе посвятить свою жизнь, жить для тебя, чтобы имя Твоего слава, как работа. Ну, можно вообще на этой теме еще раз поговорить отдельно. Библейский взятный взгляд на крещение. Это вообще очень интересно, потому что очень много разных конфессий, в разных христианских деноминациях абсолютно разное понимание вообще, что такое крещение. Больше того, даже есть такое понятие, что надо креститься, чтобы с глазами было. Да, ребят, вы же крестите, никому не показывайте ребенка, потому что надо ему крестить, а то, кто-то посмотрит, без глаз, будет, ну, что-то. Это абсолютно, это вообще сбит, и с христианства вообще ничего общего. Это просто люди фантазируют, вообще на знак, вы поведете. Друзья, давайте вернемся все-таки к теме. Анечка, я тебя обогрел, надо писать. Помоги, посадить. У меня просто видишь такой вопрос, потому что я вот очень стараюсь, я не знаю, стараюсь, и у меня как-то все, вот такое ощущение, что что-то не то. Я вот чем дальше, тем хуже, и сейчас еще суды тут на голову, и я просто, я хочу, я не хочу это так, я так не хочу это так. Почему так столько много испытаний таких тяжелых, и все это через эмоции идет? А у меня, когда эмоции я только ем, больше ничего не делаю. То есть у меня много последствий, мне вообще не важно, что я там, чем я занимаюсь. Хоть у меня нутрициолог, который сам вот так вот, знаешь, все закидывает, все подряд. Чуть ли не одни пиццы, понимаешь? И это очень, ну, и на меня влияет, и на физическую мою форму, и на эмоции, и как бы я, я не знаю, как с этим бороться, и, ну, вроде все передаешь, все молитве, все это, и как-то вот, я уже говорю, любовь и уважение начала опять читать, опять мне там, книжку это. Анечка, спасибо, что поделилась, вот, ну, скажу так, что, опять же таки, это как по программе для нас решает, да, что мы в это состояние пришли за один год, вот, и если мы пришли в это состояние за один год, то нам может и понадобиться немножко с него выходить. Но исцеление это процесс, это не событие, я, вам, знаете, как с алкоголем, человек бухал 15 лет, а потом, у меня что-то не получилось за этот день носить. Дружище, ты 15 лет бухал, короче, а как бы насчет того, чтобы, ну, потратить время, как написано, день за днем, да, вот, как мы читаем по программе, день за днем. Друзья, а мы учимся, конечно же, мы учимся, мы учимся, мы учимся сдаваться, мы учимся с этим, противостоять этому, потому что это процесс зависимости, поэтому, манечка, я тебя понимаю, ну, это процесс, но я думаю, что если ты посмотришь на себя сейчас, и два года назад это совершенно будет два раза, чего я. Я больше, чем уверен, я уверен в этом. А ну, может тебе это не видно, может ты это не замечаешь, но, может быть, тебе, да, эту ситуацию два года назад тебя вообще выяснилось, откуда. Мне кажется, насколько я помню, это пару моментов, что ты делилась со мной, я думал, будучу себя, они так еще хорошо держатся, я помню, два года даже, попробуй назови, вот эти все речи, там реально, ну, не смогу, вообще пропал, насыщий. Я еле держалась, чтобы не убить, и не ответить ему. Поэтому, мальчик, я думаю, что у тебя есть, реально у тебя есть рост, ты меняешься, но это не происходит быстро, это процесс, это исцеление происходит медленно, это нормально. Друзья, не надо только раз, да, и, хорошо. это, это, вот, как учитель по фиктесу, да, пришел такой, доказатель, там, спортзал, и такой раз, один денечек покачался, там, что-то не растет, ничего, да, наверное, плохой зал, короче, но это процесс, жущий, это арифак, надо с ним что-то делать, день за нем, как бы, ходить за, садиться на день, это правда. Так это все, в духовном формате, и в духовном росте, это процесс, это, вот, но, разница в том, что, разница в том, что мы это делаем, силой кожи, это большая разница. Я, кстати, такой поделился своим таким примером, вот, я вчера ездил на метро, на метрошке, ездил, и там такой есть переход, и получается экскаватор идет в плоский экскаватор, то есть там большой туннель такой, переход в одном зонлайн с джубилюмой, и люди идут посередине пешком, а я покупаю экскаватор. Краборопатник тоже экскаватор. Да, 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 к такраборопатник. То есть ты становишься на экскаваторе, стоишь, и ты едешь. Либо идти в плоскопе. Вот, хорошо? Либо идти в плоскопе. А теперь смотрите, я так вот думаю, интересно, а если я начну идти тем же темпом, как эти люди, слушай, я начинаю идти, а я гораздо быстрее, скорее чем они. Мне кажется, в чем разница человека, который с Богом борется, решает, от человека, который без Бога это делает. С Богом это происходит быстрее и легче. Ты все равно и ты. Но тратишь время, ты тратишь силу, но процесс гораздо быстрее. Бог тебя подхватывает, и ты с Божьей помощью это делаешь. Понимаете, друзья, без Бога у нас будет очень тяжело, в раз, но Бог вместо нас это тоже делать не будет. Вот ребеночек, да, как растет, он падает, он встал, он пошел, упал, он на переднюю вернулся, упал с него с дивана. Мне жалко, что ребенку приходится ходить таким тяжелым путем, но именно так, когда вы сделали ребенка, что через падение, через станание падения, он упрекляет мышечные мышцы, суставы, чтобы потом начать ходить и бегать. Но вместо него я не смогу это сделать, это надо ребенку самому это делать. Переворачиваться, да, как дети сначала переворачиваются на живот, потом потягивают ножки, потом они, ну, они тренируются, они готовят тело к ходьбе, но это процесс, это не происходит. Обязательно ребенок такой лежит, да я все делать не буду, может как-то сам пойду, короче, ну так лежи себе, не понял, конечно, лежи себе. Вот такой будет усилка жизни, я как в своих силах, больно, неприятно, падаешь, встаешь, падаешь, встаешь, шатает тебя в стимулиарном аппарате, но это как-то создал мир, мы так растем, на другом не получается. Поэтому надо, это надо принять, сказать, господи, я понимаю это, я понимаю, что надо мне идти этим путем, дай мне силы, это делать не систи. На двух уех. Хорошо, друзья, смотрите, давайте мы начнем хотя бы наш этот процесс. Смотрите, мы начинаем процесс ученичества, это, ну это как бы мы возвращаемся, вот, кстати, вот мы даже с Владом на Катиму говорили, вам приглашали, ребят сюда присоединиться к нам, да, ну понятно, они не пришли, потому что, конечно, свои причины, не поверили мусульмане, там, грозы. Смотрите, что помогает вот эта программа, да, которую вот я сейчас делюсь, это то, что там Люда когда-то спрашивала, Анечка когда-то говорила, а как практически это работает, как практически человеку помочь найти Бога, да, вот это вот, мы сейчас об этом сейчас будем говорить. Смотрите, из чего состоит процесс ученичества, то есть это процесс, это определенная стратегия, да, смотрите, вот три библейских текстов, это не фонаря придуманные тексты, это Гиблия, она учит вас, как начинать процесс ученичества, есть определенная последовательность, которая Христос, представьте, смотрите, пришел Христос, набрал 12 человек, и Христос три года учил учеников, как другие уговорить и будут. Представляете, три года, 12 человек. Ну, как бы, ну и что? Ну, а то, что потом, когда Христос ушел, его не стало, то эти 12 человек, они начали говорить людям о Боге, и из маленького такого вот движения библейского, это привезло в целое движение уровня империи, в империи, христианство, да. И вот мы сейчас будем смотреть с вами, как это работает, как Христос учил своих учеников это делать, какие он закладывал принципы, как это делать. Смотрите, давайте первый текст прочитаем, кто мог бы прочитать первый текст. Матфея 9, как это правильно говорит? Матфея 9, да, Иван Гея Матфея. Нет, как вы говорите, 9, как это? А, глава 9, стихи 35-38. Так ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах, возвещая благую весть о Царстве Божьем и исцеляя всякие болезни и всякие недуги. Бит толк людских вызывал в нем глубокое сострадание, потому что люди, как овцы без пастуха, были измучены и обессилены. И сказал тогда Иисус своим ученикам, Жатвы велика, а работников мало. Просите господина Жатвы, чтобы послал он больше работников на Жатву свою. Интересно, да, так вот? Давайте немножко посмотрим этот текст и сделаем его как раз. Вот, мы сейчас его попробуем пересказать свои слова. Я думаю, что мы на нем остановимся сейчас, мы о нем поразмышляем. вот, и вот поговорим. Это мы здесь речь идет о кресте, но и он также говорит что-то своим ученикам. Давайте мы сейчас его еще раз просмотрим, попробуем пересказать свои слова. Поехали. преподавал в синагоге, да, как церковь раньше был евреем. Вместо здесь считалось Тором. То есть, так, я немножко расскажу про синагогу, чем она интересна. Евреи по-черкому да, конечно. Как бы стал по-есть в Библии по-другому, как Тором, например. Ну, да, давайте вот эту историю перескажем. Вот, спасибо большое Евгеновичу. Кто еще хотел бы добавить? Я немножко в конце не понимаю, что там, я перечитала, я не могу немножко сообразить, просите, чтобы было больше людей на поле, да, для жан усвоения, да, чтобы такое было. то есть это людей на поле это как учеников, как апостолов, нет, имеется в виду? Да, это людей, которые были служители, которые бы служили Богу, а то, о чем мы, кстати, раньше говорили. Да, мы сейчас об этом поговорим подробнее, да, к чему призывает Христос своих учеников? Чтобы они передавали эту вещь, наверное, другим, да? Ну, чтобы они просили Бога молить, он говорит, молите, ну, то есть просите Господа, да? Да, молите господина жатва, господин жатва это Бог-Отец, да, Бог-Отец. Еще, что-то такое, что, может быть, на что вы обратили внимание тоже? Ну, я еще обратила внимание, что он посмотрел на людей со страданием. Люди не знали, хотели, не знают, не знают, что делать, и таков, что-то бесполезно. Представляете, вот люди, они абсолютно решены вот этой опеки, да, как бы, они, ну, просто вот. Чувство такое сочувствие, да? Не, не какого-то осуждения, там, либо, ты знаешь, можно опять на своей жизни я сейчас хочу привести пример? Вот я себя сейчас так чувствую, но я чувствую, что Бог работает в каких-то маленьких делах. Я его замечаю в маленьких, а в крупных, как будто вот, я вот, не знаю, то ли я какой-то урок должна нанести, то или еще что-то. Вот это очень тяжело. Ну, может быть, но я имею в виду боль, которая вот, через что я прохожу, я вижу вас в каких-то маленьких делах, думаю, блин, это реально вот чудо такое. А потом вот, ну, они реально маленькие, вот мелочи, которые я люблю, большие, а вот большие, никак. В этом плане, как вот это объяснить, как это применить? Да, сейчас будем размышлять. Смотрите, друзья, вообще вот этот вот текст, чем интересен, он раскрывает суть того, чем занимался Христос. Вот у нас, а вы сейчас знаете, что мы о кресте знаем? Это великий учитель, это великий революционер, у него очень классное учение, а по сути, вот если взять и сказать, а в чем миссия Христа, в чем его было предназначение, да? Вот суть предназначения Христа основной была умереть на кресте для искупления человечества от греха. Это самое главное было. Ну, представьте, если бы он просто умер на кресте и вознесся к отцу и все, и на этом все закончилось. Оно никак не решило проблему. То есть нужно были люди, которые бы эта весть о смерти Христа как это, масштабировали, принесли ее в вас. Глядя, то есть у нас смотрите, с одной стороны суть Христа умереть на кресте, примирить человека с Богом. Это самое главное. Без этого смысла вообще в этом нету. В христианстве нет смысла. Если в христианстве не проповедуется искупление человека от греха и примирения с Богом Отцом, смысла в этом христианстве нет вообще. Ну, это еще одна классная религия. Ну, вот так тоже там 2000, ну, это еще и каждый чему-то своему. Но христианство учит чему? что Бог хочет спасти человека и у него есть самый лучший план, как это сделать. Он во Христе Иисусе. Вот как даже спрашиваю перед началом в этом суть. Но с одной стороны, смотрите, оно совершилось. Но с другой стороны, если об этом не будет рассказано людям, смысла об этом вообще тоже никакого не будет. Вот смотрите, например, ну, возьмем, допустим, такой вот пример. Например, была придумана азбука для слепых людей. Брайна, например, классное изобретение. Представьте, люди могут незрячие читать. Вот представьте, Брайна, такой умнейший человек, придумал классный азбук, книги можно написать. Ну, вот он ее придумал, ее положили на полки и все, никто даже об этом не узнал. Классное изобретение, полезное, помогающее людям слепым читать. Но нету человека, который бы этим поделился другим. Смысл в этом какой? Все потрачено пустую. Теперь смотрите, с одной стороны, Христос сделал великое дело. Он умер на кресте, он отдал свою жизнь для спасения человечества. Но с другой стороны, а кто это будет нести, кто этим поделится? И вот этими людьми кто был в начале? Апостолы? Апостолы, конечно. Это были апостолы? Конечно. Смотрите, но, что делал Христос? Он не просто говорил, ребята, вы мне только послушайте, вы должны это все делать, а сам сидеть и как бы только пальцы тыкать. Смотрите, что начинал Христос делать. Давайте начнем. 31, 30. Вот, дайте посмотрим, что делал Христос, что мы здесь узнаем о Христе, вот в этом тексте. Он ходил и учил. Вот, смотрите, он сам ходил и учил. до смерти на Христе. О чем учил Христос? Благой Весеный. А люди знали, когда до священия, что он был как бы сын Божий? Или был с Сигипарем и Заветой ходил, но... Он был учитель, он учитель был сокозным. Это был, ну это как у нас... Дома было или пару человек? Нет, было много. Но он отличался тем, что он учил напрямую, не используя авторитеты других учителей. И это очень привлекало. А что имеется в виду? Смотрите, культура израильского народа заключается в том, что обычно раввины на кого-то ссылаются. Как говорил, раввин такой, вот такой, вот. И вот раввин он так учил, и говорит, а вы выбирайте что из системы. Вот он дает мнение, а Христос всегда учил вот так, вот так. Он всегда учил свои мнения. А в израильской культуре это было странно, это выглядело очень авторитетно и подозрительно. Типа, кто ты такой, что ты там напрямую у нас учил? И многие говорили, он учил как власть и нещие, то есть человек, который знал на сне. Смотрите, первое, он ходил сам, и он учил. Он сам возвещает, да, возвещает. Что учил? Почему он учил? Что он возвещал? От Царствия Божьей, да? Возвещал благую весть. Что такое новость? Хорошая новость, как это переводится? Евангелие. Евангелие. На греческом языке Евангелие, да? Евангелие. Евангелие. Сейчас новостей много. Что такое метаноэ, Сережа? Это это перерождение. Да. Евангелие. Он учил Евангелие. То есть у нас даже так называется Новый Совет, как он называется? Евангелие. Он начал Евангелие. А Евангелие о чем он начал? О чем учил Христос? Евангелие о чем? О Царстве Божьем, да? О Царстве Божьем. Помните, мы когда-то целую тему отбирали о Царстве Божьем? Что в этой теме, почему это была благая весть о Царстве Божьем? Что учил Христос? Ну, он отдал свою жизнь и взял на себя всех людей грехи? Не совсем. Он еще не отдавал свою жизнь. Это он потом отдал свою жизнь. А Евангелие о Царстве Божьем, о чем это было учение? Чему учил Христос? Какое там еще Царство Божье, если они поверят? Нет? Если они поверят, но как тогда? Смотрите, Евангелие о Царстве Божьем было, он говорил, уверуйте и попривлизивай Царство Божьем. Смотрите, вот мир лежит во зме, мир лежит в грехе, убийство, насилие и так далее. И тут появляется человек и начинает говорить в этот страшный мир, который по грязи в грехе, явился луч Божьего света. Это называется Царство Божье. Бог хочет, чтобы на этой земле образовалось вот это место, где будет Божье правило, Божье законы, Божья мудрость. И вот Христос это тот человек, который принес это Царство Божье в этот мир. И вот блага есть, говорит, знаете, о чем? Друзья, мы же в очень страшном мире, очень страшном воин, воровство, обман, дети растут без родителей, очень страшный мир. Но есть блага есть, есть Ивангелия. Бог в лице Иисуса Христа принес данную одежду. Есть решение этой проблемой. Вот о чем мы говорим Христос. О Евангелии об Иисусе Христе мы сейчас проповедуем, что Христос является решением этой проблемы, который Христос именно Он может подать спасение во Христе. Но в то время Он проповедовал о том, что Царство Божье принесло. Вот это Царство Божье. Смотрите, как проявлял себя, как проявлял вот это Царство Божье в Евангелии, которое принес Христос? Как Он его проявлял физически? Одно дело говорить про Царство Божье. Истерят болезни и недугие это имеют ввиду. Да. Что это значит? Да вот такое оно волшебное Царство. Да, то есть оно не в словах просто баля-ля-ля, да, а оно в силе. Оно реально чудеса происходят, исцеление, люди получают исцеление. Представляете, написано, женщина ходила, у нее было 12 лет правотечения по женской части, она подошла ко Кресту, дотронулась к его одежде, у нее правотечение остановилось, она только дотронулась. И написано, что тратила все свое имение на врачей, она просто постоянно оплатила, чтобы ее исцелили, она не получила исцеления, и она все деньги спустила на эти врачей. И она когда подошла и дотронулась к его одежде, иисуса Христа иисуса Христа ни у кого течения остановилась. Чудо? Чудо. Почему? Потому что она поверила, что Христос это решение ее проблемы. Он может решить ее проблему, все ее болезни. Смотрите, если бы Христос, почему Христос надо было исцелять еще? Может быть, как доказательство его силы, его платья. Доказательство что именно на кубон тот человек, который принес Саша Собоженко? То есть, да, не хотите сомневались, то есть, он был в начале с того года, это непонятно, как самозвратик это выходит, я там охуяюсь, то есть, пяти к вам миллион, как бы, и сейчас, ищи, живота. Да, конечно. То есть, чтобы выделиться, он должен показаться на реальность вот, я просто спрашиваю, непонятно, что хотел бы стать человеком, который должен был показать, почему именно ты, или связь с Богом, как бы, пришел на эту землю, чтобы что-то изменить, вот он должен был доказать людям, что... Да, это знак, это знамение того, что вот здесь действует сила Божия. Это знамение. Смотрите, вот это первая часть, да, вот что делал Христос. Потом, смотрите, уже мы об этом говорили, первое, да. Второй момент. вид толк людских вызывал в нем глубокое сострадание. Любовь. Глядя на людей, он внутренне очень сильно был отечален. Тем, той ситуацией, в которой мы находились. Это знаете, вот как в интернете смотришь на эти разрушенные города, на эти... У меня это очень сильно в этом сердце. И ты смотришь, ты просто сострадаешь этим людям. Ты не можешь с тобой рассмотреть этим людям, которые там боятся, ну, чьи, убитые люди, горе. Ты не можешь на это смотреть просто так. Аполитично, да, типа. Это страдание, это горе. Так и Христос. Представляете, в то время Израиль находился под оккупацией и реверских войск. И реально это было... Были состояния боевого противника. Если было какое-то восстание, он очень жестко подавлялся. Людей, возбудителей восстания, распынали на Христа вдоль дорог, друзья. Кстати, вы едете на Карете и вы видите раскатые тела людей, которые ставили вдоль дорог. Я устрашиваю показать, что все, кто будут по терринской вере, расставать, вот так вот висеть на кресте и умереть. Ужасный смех. Страшный вопрос. Можно тогда вопрос, в чем разница, когда Иисуса Христа распяли вот этих людей? Он был безгрешный. Разница в смысле? Разница в смысле? Ну, как он же взял грехи, потому что он умер на кресте вот таким жестоким способом. Если другие люди тоже умирали таким же способом. Они умирали, смотря на человека, потому что отличный вопрос. Люди умирали за свой преступление. Например, человек совершил преступление, его жестоко казнили на кресте. А особенность была креста, что он не сделал ничего плохого. Он страдал добровольно, добровольно, для искупления грехов других людей. Он умер на кресте за других, не за себя. По сути, на кресте должен был висеть я за мои грехи. Я должен был казнен на кресте. Но Христос сказал, Сергей, я тебя люблю, я тебя полюбил, я вместо тебя подел на крест. Вот с этого не знаю, знали больше людей. Не, знали, но имеется в виду значение смерти Христа на кресте. Значение. То есть значение в том, что когда Христос был раздател на кресте, с этого момента любой человек, он умер и воскрес, с этого момента любой человек, который верой принимает эту смерть на кресте и говорит это за меня, я верю, что Христос умер на кресте за меня, я принимаю верой с этого момента что происходит? Христос принимает мое покаяние, он очищает меня от моих грехов, он делает меня, как было сказано, рождает меня свыше, делает своих сынов или дочек. А есть люди, которые говорят, ну что, он умер на кресте, я не верю в это, я вообще не верю, что Христос был, для этого человека смерть на кресте ничего не имеет, она не работает, она не, она его не спасает, он не верит в нее, она работает только для тех людей, которые верой принимают, то, что Христос умер на кресте ее воспринимают. Я, например, например, почему важно, вот есть такая книга, называется, сейчас, сейчас, скажу, простой, нет, вот, поведение отрез, ну, как грубое, знаете, за что-то его вопрос пошел. То, что называл себя. Не, его полгали, его взяли уже, уже с... Ну, например, он сам пошел и его вопрос подавать себе за что-то долго... Нет, за ним пришли и он стал сам. Он сдался. старый велик. Я советую посмотреть очень классный фильм на эту тему, это Хроники Нармии, первый фильм, посмотрите, этот фильм, он обыгрывается в образах, но смерть перестала, но в виде как бы образа льва, который... Посмотрите, вот, реально, я просто советую, посмотрите Хроники Нармии, первый, первый фильм, он там обыгрывается в образах сюжет, библейский сюжет смерти и воскресенья Христа. И, смотрите, суть в том, что до Христа любой человек, который делает грех, он должен умереть, он должен уйти в победу. Но Христос, он говорит, я добровольно иду в этот мир, воплощаясь в тело человека, Бог воплощается в тело человека, проживает безгрешную жизнь человека, через три года, он дает себя возможность распять на кресте. Он разрешает людям, грешникам, хотя он для них пришел из Салям, представляете, из Салям, он проповедовал, он разрешает себя отдать на крест для того, чтобы после смерти и спасения на кресте всякий, кто поверит в эту жертву, мог спастись. Салям. Смотрите, друзья, суть в этом тексте в чем? 37 стих. Вы еще увидите? Конечно. Водлина всем надо бы думать. Не-не-не, просто я думала там три недели только. Посмотрим, мы пока молимся, помолимся, еще пока неизвестно, но еще будет решение до самого конца. Ну что, Миша? Сколько еще ты будешь ходить сюда? Иди. Почитайте, сколько за 7 часа? До 21 часа. 21 часа. И нам Бог и потом будет ходить, друзья. Давай. Мы верим, что Бог совершит чудо и не продолжит. Да, друзья, смотрите, 37 стих. И сказал тогда Иисус своим ученикам. Смотрите, как решить проблему людей, которые измолвены и бессиленны и без пастуха? Как решить их проблему? Вот, посмотрите, вот это проблема. Это проблема посередине. Да, вот это смотрите, Христос ходил, вот проблема посередине такого баса. Вот это булочка снега. Ну да, в общем, больше людей, которые рассказывали об Иисусе Христе. Он призывает Иисусу. Он говорит Иисусу. Посмотрите, жадная велика. Посмотрите на людей, они из бурлины, и да. Владимир, пойдем. Если что-то обычное может. Все, пойдем. пока все. Пока тихо. На неделю еще можно так сказать. Сырянки, у тяганчика и банка все нормально обычно? Да, обычная, желтка. которая. Как вы отбудете с ним. Я тебе пишу в руках на сердце. Да, да. Так, все. Да, смотрите, бутерброд, то, что делал Христос, проповедовал, потом он увидел проблему, слушайте, люди, они, они измеренные, они, они подавлены, они в тяжелой ситуации, у них нету пастуха. И в конце, что он говорит, что он предпринимает, какие действия в конце? Да, говорит молитву. А господин это Бог? Да, да. Господин Жанра это Бог. Представляете, Бог? Господин Жанра это Бог. Жанра великая, это что? Жанра великая. Это поле, там в деле колосит. Много людей тогда. Много людей, над которыми Бог продолжает работать. Это Его Жанра. Но Ему нужны помощники. Нету равных вопросов. Всегда он проводит. А как они могли в Него не верить? Например, в данный момент, пускай люди не могут верить, потому что они не могут физическую видеть, что он, например, кого-то исцеляет. Тогда вы говорите, что была женщина, которая подошла, у нее были проблемы, а потом они закончились, как только она прикоснулась. Почему тогда люди не могли в это поверить, не могли это увидеть своими глазами? Не, были люди, которые сомневались, а может быть, просто до этого были случаи, когда приходили тоже люди, называли себя Мессией, я Мессия, оказывался Шарлотан, афемист. Были случаи, когда там были восстания, но об этом в Библии тоже помню. И тут приходит Иисус и такой, знаете, внутренне, типа, ты не знаешь, а может это тоже было право? Ну, ты не знаешь, да, то есть, но есть люди, которые, да, это Христос, это все, вот это я всю жизнь этого ждал. А были люди, которые сомневались, были люди, которые вообще категорически против были, но написано, что за ним хотели толпы народа, люди видели в нем надежду, решение своих проблем. Христос решение наших проблем взял. И смотрите, жатва велика. Людей очень много, над которыми Бог работает. В моей жизни Бог работает, в вашей жизни работает, люди, которые живут, Бог поддерживает, работает. Это не моя жатва, это не я, я не умирал за этих людей. Бог работает, жатва велика, это Господи жатва. Он, Бог дал людям объектив этот мир, Он дал им жить здесь. Но работников мало, мало людей, которые готовы служить этим людям. И смотрите, к чему призывает, к чему призывает Христос. Что Он говорит? Чтобы молить Господина, просить. Просить. Больше работников Бога, Бога Отца. Господин жатва. Не ходите их искать, а до того, не идите. Он говорит, Господи, вышли больше работников этого жатва. Больше. Видите, тут какая проблема, вот многие говорят, например, за что-то уже христианство неинтересное, у людей интереса христианства, что-то нету, уже люди какие-то забеликанные, материальные, типа, только о себе думали. Но видите, тут интересно, что Христос, Он не говорит, что людям проблемы. Он не говорит, что это... Кстати, так всегда было. Всегда были люди, которые были забеликанные, и тогда тоже. Ух, кто чем занимался? Ну, на рынке там порогал. Христос констатировать этот факт, Он говорит, ребята, проблема не в людям, проблема не в том, что... Проблема в том, что многие люди не готовы идти и им говорить у христиану, дефицит и глава работников. Знаешь, у меня был такой вот ответ. Ты мне когда книжку послал, когда ты «Любовь и уважение», я опять начинаю читать, я понимаю, что люди вообще не знают никто об этом. Это так нужно рассказывать. Я вот читаю, у меня вот это побуждение вновь, что я хочу людей учить, как вот, ну, мне вот это очень интересно. Я сама учусь. И именно вот то, что он говорит в книге, именно про отношения и как-то вот... Потому что это моя больная тема, раз... И вот, конечно, говорят через боль, но вот... Люди учатся через свою собственную боль. Просто я не знаю, как это, ну, на практике сделать. Мы же для этого здесь соберемся. Мы же учимся это делать здесь. Смотрите, с чего, как вы думаете, начинается момент, что идя... Смотрите, что Бог предлагает? Начнем глядить. Станьте вместе со мной. Давайте вместе работаем. Христос говорит, да, он приглашает нас. Но с чего начинается этот процесс с молитвы? Говорит, молите, Господи, вожатую, чтобы вы, слово работника, вожатую свою. Друзья, нам надо молиться Богу о том, чтобы, Господи, выжили, работали, люди, и это страдает. Я даже знаю, что многие, очень многие есть такие группы, как бы, христиан, которые каждый день в 9.37 молятся то, чтобы Бог послал на работников пожара. 9.37 утра. Вот, в Матфея 9.37, представляете, вы люди, представляете, где бы ты ни находился, в транспорте, за рулем, там, это очень классная практика, утром, ты поставь людей, 9.37, у тебя работает молитва за работу, просто молит тебя выше работников на твоем жанре. Жанр выслал больше работников на своем. Друзья, мы живем в страшном мире, на самом деле, это реально. И, ну, людей нету надежды, людям нужна надежда. Ну, люди тоже выходят. И Бог это делать не будет сам. Не, он и так это делает. Что делает Бог? Он приглашает нас. Станьте со мной, давайте вместе принесем людям надежду о Царстве Божьем, о Христе. В этом суть христианства. Мы у Кайса с Владиком на эту тему говорили, что, ну, я Владу как-то поделился мыслью о том, что я, как я воспринимаю христианство. Я не воспринимаю христианство как религию, как организованную структуру. Я воспринимаю библейское христианство как образ жизни, как мировоззрение. И вот смотрите, что Христос говорит. Он не говорит, что молитву господину жатву, что выслал вам план строительства храма. Или молитву господину жатву, чтобы вам выслал, как правильно проводить литургию. Нет, он говорит, молитву господину жатву, чтобы вы работники, которые, что, принесли людям надежду. Действуя царство может. Как это они будут делать? Либо в песне, либо в танце, либо в проповеди, либо... Понимаете, это уже другой вопрос. Вот. Друзья, смотрите, у нас как раз лимонечка сейчас остается для общения. У меня есть предложение поделиться выводами. Давайте поделимся выводами об антест. Что я буду делать? Чему вызывает антест? обращаться к Богу Отцу полететь? Забывать об этом, да? Обращаться с чем? Что вот по этому тексту, к чему призывает Христос? Ну, в самом конце призывает потому, что мы молились, чтобы больше было верующих, которые верили в Бога Христосу Христов. Да, то есть даже скажем так, молить Бога, чтобы он выслал больше работников, служителей, которые помогли принести вот эту весь царство Божье. Смотрите, это начал Христос, да, первая часть, это Христос сделал, потом он говорит, ребята, посмотрите, сколько несчастных людей живут в мире безнадежных. Могите себя, чтобы он был сделать или делал то, что делал Христос. Но смех говорили минимум . Сережа, как это жизнь применить? Мы будем об этом говорить уже практически, какие практические шаги. То, что мы должны сегодня помнить, что жатва это не моя. жатва не моя, я таки пишу. Жатва великая. Вообще. Это люди, которые я не рожал, как говорится, да, я за них не умирал на кресте. Это Божья работа. Друзья, это Божья работа. Но что Христос говорит, ваша ответственность молите, молите, господина жатва, чтобы он слабо шабо будет. Наша ответственность молиться. Я предложил наш молиться. Да. Я буду молиться, чтобы год высылал людей. Мы можем установить людей на 9.38. У меня урок. Есть еще будильник на 10.09. Нет, 9.38 вечера. Это точно уже все дома. Давайте 9.38 вечера. 9.38 пьян. И молим господина жатва, чтобы высылал работников на свою жатву. Сюда в Лондон. Ну давайте пройдем ананс. В Лондон. Чтобы расширялось здесь старство. Друзья, сюда будет очень много людей приезжать. И во многих людям очень большую работу сейчас проводят. Очень многие люди переоценку делают. Очень многие люди живут без надежды. Друзья, очень многие кричат жизни убийства. Я реально говорю. Люди просто погибают от того, что у них нет надежды вообще. Представляете, у вас была жизнь. Вы строили планы на 10 лет, и в один момент это все ухо. Все. Дома разрушены, квартиры разрушены, профессии, бизнес разрушены. Человек просто в голове коллапс. Жизнь просто, да. Они обещали просто вмиг на ее. Но Бог дает честно на это. Во Христе человек все получит, если Бог человека ... Самое интересное, что ты получишь там, а не здесь. Нет, ты получишь там, и здесь тоже. И здесь, Анечка, и здесь тоже Бог заботится. Понимаете? О чем я... Не, но иногда как бы все равно есть люди, которые реально что-то всю жизнь могут дать. не будет. Может это будет. Но с другой стороны, они будут, знаешь, как ждать? С чувством... Они с чувством... типа... Короче, там просто английская церковь, там если хочешь молиться, возьми себе что-то. Есть предложение? Молиться. 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 выслов делать это. Знаете, мне очень сильно... И нас высылал... Мне очень сильно потрясет. Вообще, меня очень сильно впечатляет, мы с Владом сидели, Влад подъявился, говорит, опять на 100 лет. Я хочу работать социальным оборудованием. Бог положил на сердце вам вообще работать с людьми, служить людям. Это потрясающий молодой парень, которому это интересно. Но в этом тоже есть миссия места. людей, нуждой человека и помогать служителям. Это один из вариантов как Бог в самом деле. Молодой человек присутствовал, молодой человек у него 30 лет. Он служил людям. Я недавно прочитал такой пост капеллана, украинского капеллана, который служит в местах военных действий для военнослужащих. Он говорит, что капеллан, крестьянин, это военнослужение. это стучная канава, куда стекаются все все, что плохое есть на войне, все стекает туда. Но настоящий Божий капеллан, это тот, из которого ими вытекает. Это как громотворд. Он вбирает в себя всю ненависть, горе, строза, но оно остается и передается Богу. Христианин это точно такая же не уродина. Он как громотворд, представляете, вот это все, вот это горе, которое он на себя принимает, он его уводит, но он не передает его дальше. Поэтому, друзья, молимся Богу, чтобы Бог не стал работником. Самый большой дефицит этого работника сейчас. Бог работает, нужны люди. Я еще хотел сказать, я для себя лично за это буду молиться и еще дальше просить Бога, чтобы меня посылал туда, куда он сам хочет. 9, 27 поставил. 9, 38 это же текст. Нет, простите, господин, нажат. 9, 21, 38 у нас будет и может даже по-английски pray to master. Pray to master. Друзья, у меня есть предложение. помолиться, у нас будет очень классно возможность еще пообщаться. да, апплей дайте помолиться. Все, я на каждый день сейчас поем вместе. Давайте мы расскажем вместе и помой сюда. Пожалуйста, возможно, сейчас включить что он послал для чего. А я сейчас себе с английской напишу. Не надо по-английски, скажи по-английски. Я не хочу по-английски. Он послал сделать или на... по-английски. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому.